Всем привет, с вами Маслый Тов Роман и это «Пиарного сотея». Я уже выявил 99 законов взрывного пиара специально для вас. Можете их почитать или послушать, но одного закона там нет. Я не уговорил в эксклюзивном аудио ВКонтакте на своей страничке. И еще раз хочу обратить на него внимание здесь, в этом видеоблоге. Скрытый закон, который должен подразумеваться вами всегда, когда вы делаете пиар. Закон патриотизма. Любая акция, взрывная, невзрывная, невзрывная особенность, должна быть с патриотическим уклоном. Либо, как минимум, не мешать власти. Тогда, если повод хороший, он касается политики, он зайдет. И вам будет от этого плюс. Его поддерживают все СМИ, которые в большей части вас контролируются сами. Знаете, понимаете, кем. И это очень выгодно. Ну, а если вы бросите что-то либеральное, то, конечно, это будет получать больше резонанс. Но в стратегической перспективе вам помешает. Поэтому, если даже об этом не думайте, делайте патриотичные пиар-акции, либо те, которые власть поддерживает. Это лично наш принцип, и мы советуем вам тоже его придерживать. Потому что, как писал Олег Матвеевич, любая власть, хоть какая, хуже тотального безвластия. Ну, в принципе, в ваших силах, как пиарщиков, как предпринимателей, как бизнесменов, не рубить сук, на котором вы сидите. Патриотизм – фоновый принцип всех пиар-акций. Все, что хорошо для государства, хорошо для бизнеса. И наоборот. Успехов – делайте патриотичный пиар. Пиар. Если вы назовете, к примеру, вот этот небоскреб имени Навального, скорее всего про это напишут, но никто там ничего не купит. Скорее всего. Но если вы назовете, например, тот же самый небоскреб имени Путина, скорее всего про это будут долго начинать писать об этом или не писать, так его знает, напишут, может быть, 3, потом 5, потом пойдет Снежный Комп, во все квартиры там будете распробовать. Главное, в вашем адресе, в ваш адресе не будет никаких санкций. Ноль. Только поддержка. Патриотичный пиар – наше все. С вами был Василий Михайлов Роман, пиар на высоте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и задавайте ваши вопросы в комментариях. Увидимся, услышимся. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok